здравствуйте друзья приглашаю вас сегодня в мою творческую мастерскую покажу и расскажу вам как я создаю различные изделия из смолы кулоны серьги брелки добро пожаловать друзья я решила запечатлеть на видео процесс работы по созданию сережек виде шарика с добавлением во внутрь пушинок одуванчика эта идея не моя я видела такие на эти это сайт для рукодельников вот пушинки одуванчика запечатанные в силиконовых формах которые создают форму шара вот такую я использую смолу эпоксидную смолу сейчас покажу коробочку называется но я не не знаю французский gd может быть прочитать можно вот она используется для украшения для создания резин арта вот работает конечно со смолой нужно в перчатках я это делаю вот в комплекте к этой смоле и идут вот такие вот с рисками ковшичек небольшой да вот одна часть формулы пи и две части формулы эй этой смолы видите она тут эй и бей вот я это сделала но правда на упаковке написано что после открытия она год на полгода у меня уже явно просрочка так что у меня очень какая-то маленькая надежда что у меня все получится и я именно такие ювелирные украшения в данном случае вот это будет у меня подвеска кулон вот эти вот формы я использую для сережек вот хочу проверить годна смола или негодна вот и как вообще пушинку брать вот мне просто пушинку или на череночки на маленьком все это нужно посмотреть в готовом изделии понимаете ли это как бы у меня тренировочный вариант за образец я взяла вот эту сережку округлую в виде новогоднего шарика настоящее стекло вот как это игрушки новогодние были раньше также я купила вот из такого же материала по крайней мере сделано как бы маленькая игрушечка висит на ушки вот они сережки для чего я их вам показывают друзья я ориентировалась что вот мне такой примерно размер как раз и нужен шарика понимаете а когда я покупала формочки в интернете силиконовые ой они там таких разных размеров вы знаете вот а мне бы вот такие потому что ну тяжелые же сережки будут вот вот кулончик ему можно побольше вот он вроде и побольше у меня должен получиться все эксперимент чистый эксперимент я тут и экспериментирую насчет размера вот купила я раз два три вот это только вы видите вот здесь три разных форм у меня еще есть ну просто они знаете вот разного размера вот такие шары и принципиально они отличаются вот эти вот такая основа вроде а там вот внутри шарик вот а это вот шарик он ставится там на плоск на плоской такой площадочке небольшой стоит общем принцип у них разный и вот это мне все проверить надо а так я конечно накупила уже тут тоже разные пробные варианты вот это крышечки то чтобы сделать висюльку тоже ведь нужно подобрать не просто сделать сами сережки вот а идея вот когда тут молодец человек просто умница додумался креативный человек взял и вот в форме шара вот эти вот эти вот пушинки они как бы под увеличительным стеклом понимаете в чем штука там эту пушинку же рассмотреть сложно а вот когда ее помещаешь форму шара то она там как будто бы увеличивается я жду как чудо что своими руками вот что у меня получится не знаю ну а там всякие штучки это сама вот для держатель этот для сережки у которой вот непосредственно вушка уже вкалываешь вот попробую на маленьких вот таких вот как сказать шурупчик ах что ли винтиках сделать тоже все это до ума довести нужно не только вот на всякий случай что может шарик раз и укатиться я постелила вот тут полиэтилен а вот здесь вот удобнее конечно здесь даже если прольешь есть здесь даже бортики задумано что на стол не прольется вот по идее уже ему выбрать его даже где у меня шприц шприц специальный вот в это небольшое отверстие удобно шприцом вводить эпоксидную смолу но я вчера использовала маленькую спринцовку набрала как воду и вводила вот вот в этих формах вот что я сейчас могу увидеть я же не могу их трогать они застывают 24 часа еще несколько часов им нужно застывать вот не могу вам показать но там пузырьков я не вижу одеваю вот такие вот увеличительные очки это во много раз увеличения тут даже и лампочка включается по идее ну неважно я сейчас про то что я хотела хочу рассмотреть пузырьки в моих изделиях а вот здесь почему-то получилось много пузырьков вот что в чем дело ну может быть все-таки спринцовка не годится я впервые ее использовала хотя мне так понравилось набираешь вот это сама набираешь ее как воду и у нее так это диаметр позволяет кончика вводить в эти штуки вот формочки ну вот здесь я даже не вооруженным глазами что пузырьки а пузырьки в изделиях из эпоксидной смолы считаются дефект вот но иногда мне вот например они даже нравится такой интересный эффект создают посмотрим что получится если смола будет работать у меня идеи уже для следующих сережек есть и кулончиков вот видите можно тут маленькие как будто бы медузочки есть совсем крошечные есть побольше и вот у меня можно ее зад это поместить внутрь шара а залить не просто прозрачной смолой а подкрашенный допустим подсветка рибского моря как будто бы в морской воде будет будет плавать медуза ракушечки можно маленькие тоже по этому же принципу вот совсем маленькие а дело в том что немножко пластичный материал то это силиконовая форма растягивается ведь когда например застынет смола в этих формах до пройдет 24 часа но надеюсь что она застынет потому что у меня просрочка вот то шарик он гораздо большего размера чем это отверстие но его можно вытащить благодаря что пластичный материал силикон вот и поэтому засунуть тоже можно будет что ракушечку что эти медузы вот засушенные растения тоже хорошая идея но нужно в чем тут смысл подобрать чтобы красиво было и чтобы технически это выполнить например смогу я вот это вот засушенное растение поместить в большой шар или нет я не знаю вот вот это лучше вот такие растения плоские все-таки они наверное для плоских форм они для шариков вот красивая в принципе вот это не не знаю то ли цвет потеряла то ли такое их было вот наверное в сережке будет некрасиво вот почему я говорю друзья что просто вот гениально кто придумал эти вот этот вот помещать пушинки одуванчик а ты ж надо кому-то в голову пришло вот идея такая получается то очень красиво на самом деле не дай бог тут повторить эту идею вот чтобы также красиво получилось технически это исполнить но идея это не моя смола моя двухкомпонентная вот это двухкомпонентная смола она хоть и была просрочкой была открыта более полугода но вроде бы все у меня все мои шарики залитые в силиконовые формы застыли правда я на всякий случай держала их более 24 часов но подумала что если просрочка у меня тут наверное займет дольше времени вот теперь я вижу друзья что у меня шарики они можно побольше залить смолы я же делала в этих формах шарики впервые вот теперь я вижу что я могу больше залить смолы но в этот раз я добавлю смолы другой называется она по-английски и уве резин ход и это не двухкомпонентная смола как и я пользовалась когда заливала вот эти шарики она застывает не от того что два компонента смешиваются один из которых это отвердитель она застывает очень быстро речь не идет о двадцати четырех часах застывания смолы это буквально она застывает под ультрафиолетовыми лучами видите у меня такая машинка вот они ультрафиолетовые лучи вот я поставлю 90 секунд вот за 90 секунд это таймер вот за 90 секунд вот эти капелюшечки которые я добавлю прямо из бутылки недостающий объем заполню чтобы шарик более был похож на шарик вот помещу помещу под ультрафиолетовые лучи эта машинка ультрафиолетовая то которую наподобие которой используют мастера по маникюру вот клиенты приходят она им делает маникюр и ручка идет под эту машинку вот я ее использую для застывания вот этой вот юви смолы юви это ультрафиолет вот под воздействием ультрафиолета смола застывает но это еще не все я дополню значит вот объем в каждый шарик и пока еще на не застывшую смолу прикреплю крышечку сейчас я покажу какую крышечку с винтиком вот такую крышечку с винтиком вот она присты застынет и ну покроет вот поверхность этого шарика а здесь находится как сказать то петля нет не петля здесь полностью кружочек вот это ушко ушко соединительное ушко для того чтобы подвесить сережку вот еще одно колечко будет у меня и вот они соединятся и тогда сережка будет висеть станет веселькой благодаря всей этой конструкции вот я поняла что я угадала вот из всех моих шариков с одним вот желанный то у меня объем был вот такой вот получила я такой да сейчас попробую вам показать попробую вам показать видно или нет вот я поняла что красивее все-таки без ножек пушинки одуванчика помещать в эти шарики следующий раз я не буду оторву ножку будет только сама пушинка вот пушинка действительно увеличивается как но это своего своего рода как бы шар это как линза увеличивают вот и двух пушинок вот на такой объем достаточно вот этот вот размер я не знаю понравится мне или нет но вижу что он меньше вот хотела я именно вот такой размер но опытным путем определила что у меня есть правда вы знаете друзья вот этот вот размер который я хотела я получила вот с помощью таких силиконовых формочек отдельных да не как вот эти вместе комбинированные отдельные вот я две залила вот и вы знаете я вам говорила что до материал эластичную ну так было тяжело вытащить я просила мужа и у он вот просто у меня сил не хватало расширить эту дырку и вытащить этот шарик представьте через такой такую маленькую дырочку вот такой вот шарик нужно было бы вытащить вот думала что разорвется я вообще потеряла знаете как надежду когда вот своими собственными силами не могла что я думала ну разрезу разрежу вытащу шарик и выброшу думала что буду использовать как одноразовую формочку но нет муж спас положение у него то руки посильнее ведь вот сейчас вот это проделаю добавлю вот этой смолы в каждый мой шарик вот прикреплю как она называется скажу чашечку с кругляшком вот для системы крепления застежки не застежки а вот это тоже висюлька назову да потому что или держатель для держатель для сережки вот так вот назову вот как я вам уже сказала процедура простая я добавлю прямо из бутылки смолы прикреплю вот эту крышечку с петлей и помещу на 90 секунд под в машинку ультрафиолетовую машинку все должно застыть на всякий случай я буду применять солнечные очки возможно это излишне но я человек очень осторожный хочу сказать для всех кто посмотрел мои видео может быть тоже родилась у кого-то мысль заняться рукоделием таким как я создавать ювелирные украшения собственными руками хочу друзья показать вам очень приблизительный набор всего необходимого для этого вида рукоделия посмотрите самое главное конечно это смола желательно покупать ювелирную смолу и одним из вот таких видов ювелирные смолы является вот такая вот французского производства пебео компания геды не знаю правильные ли я читаю она также годится для резин арта вот в чем ее достоинства то что она двухкомпонентная да может быть кому-то это неудобно ну что поделаешь вот но она если она не просроченная вот так выглядит то она не должна желтеть вот я применяла как-то и убедилась в том что нужно соблюдать использовать ее ну в пригодные для использования срок вот помимо этой смолы смотря что вы будете добавлять это могут быть растения вот посмотрите растения лучше всего окрашенные знаете почему вот это окрашенная вот это окрашенная вот потому что растения они хоть и очень красивые и даже в засушенном виде красивые но они теряют свой натуральный цвет окрашенные не теряют особенно при хорошем качестве окрашивания вот возможно пригодятся я тоже использую всевозможные блестки они могут быть крупненькие помельче вот средние всевозможные вот блестки очень эффектно если правильно их применить вот из натурального материала могут быть помимо растений ракушки вот если создавать украшения с морской тематикой вот самые разные могут быть формы силиконовые вот годятся в качестве таких вот силиконовых форм видите форма для заливки льда я вот попробую попробовала одну штучку сделать это тот же самый силикон и если размер и тематика устраивает то можно их использовать вот ну тут вот еще представлены у меня другого размера это шарики я делаю вот это будет колечко украшения подвеска вот так всевозможные уже помимо а если используем смолу не двухкомпонентного которая застывает от ультрафиолета понадобится наподобие вот такой машинки так всевозможные простенькие предметы для для процесса изготовления это годятся палочки как для мороженого они продаются в специальных отделах для рукодельников не нужно покупать мороженое вот зубные палочки тоже это же ювелирная работа малюсенькие деталечки с ними имеешь дело поэтому вот и годятся эти зубные палочки потом чтобы создавать вот видите у меня алого цвета цвета морской волны шарики вот здесь вот у меня ананасик желтого цвета специальные краски не надо ничего там никаких чернил ничего не не надо изобретать все уже изобретено друзья покупаем краски специальные они вот жидкие в данном случае но я иногда и добавляем минеральный порошок для придания цвета вот вот использовала я вот эти краски поэтому у меня получились изделия цветные можно делать двухцветные сейчас покажу вот видите правда если использовать двухкомпонентную смолу то нужно первые сутки сделать один цвет потом когда она застынет использовать другой цвет вот мерные стаканчики мерный стаканчик вот этот вот он был вместе в комплекте в коробке со смолой но можно и отдельно наверное покупать я не знаю так салфетки при работе со смолой обязательны вытирать там капли или ну в общем я хотела сказать что салфетка необходимо пока смола не застывшая ее можно с помощью салфетки собрать поверхности вот потом колечки цепочки это все что для не знаю как одним это не крепеж ну хотя вот есть и винтики это уже крепеж они сверливаются в уже застывшие изделия смолы вот существует специальное сверло вот она у меня есть и к нему есть сверла разного диаметра где-то у меня есть коробочка со сверлами не попадается вот но я подобрала вот это именно сверло диаметр его подходит для того чтобы винтить в готовое изделие вот такой вот сейчас центре экрана маленький винтик поэтому хорошо что сверла разного размера в наборах вот я вот вижу что то что у меня смола просрочена изделия приобретают желтоватый цвет и возможно со временем еще больше приобретут поэтому всех предупреждаю что эту я экспериментировал а в данном случае мне не важно это не пойдет не в продажу не я даже наверное не буду сама носить эти изделия я наигралась досталь друзья со всевозможными формами и вот с этой и вот с этой и вот с этими видите это все формы которые дают форму шарика для ювелирного изделия вот они у меня шарики разноцветные и бесцветные вот наигралась в досталь разных размеров наделала просто я действительно это воспринимала как игру ну раз смола у меня уже просрочена хотя бы увидеть пушинки то они ничего мне не стоят понимаете вот я увидела что действительно как будто бы вот шар он выступает в роли линзы и увеличивает эти малюсенькие пушинки интересный эффект вот это вот мне нужно было собственноручно сделать его очень убедиться как это работает вот а сейчас я буду значит про инструменты вроде бы все сказала да самыми необходимыми инструментами с помощью которых производится последняя стадия изготовления ювелирного украшения являются плоскогубцы одни плоскогубцы зажимаем мы какую-то детальку типа кольца а другой закручиваем закрываем другой другой конец вот помимо этого машинка для для маникюра с разными насадками годится тоже для изготовления ювелирных изделий вот эта ручка работает на электричестве машинка это вот видите отверстие вот в это отверстие смотря от характера работы вставляются помогите как назвать я не знаю бор и вот эти штучки разных форм из разного материала они похожи на отдаленно похожи на зубные бор и поэтому может быть и у мастеров по маникюру они тоже называются борами я не знаю вот ну вот они могут использоваться для шлифовки для подправки каких-то не ну не нужны лишние смолы вот можно налить когда заливаешь формы можно налить а можно с помощью этих боров убрать помню стоила она по моему то ли 20 то ли 25 долларов вот эта машинка вот для шлифу для шлифовки для придания округлости чтобы украшения в украшениях не было острых углов острых краев за которыми можно пораниться элементарно вот используется вот эта машинка для маникюра